Ну что ж, уважаемые зрители, очередной набор. Меня спросили про AR-15 пистолеты, ну, добавляю серию про AR-15 пистолеты. Конечно, начинаю не с бюджетного, потому что бюджетные менее интересны. Шучу, конечно, они тоже интересны, но просто в данный момент мне попался вот этот вариант. Мы его уже обсуждали на ЗЕЛА, там некоторые люди тоже ищут хороший AR-15 пистолет. Я решил такой комплект набрать, как если бы я его покупал для себя. Как всегда, я рассказываю именно такие варианты. В данном случае одна из лучших компаний, которые делают AR-15, Bravo Company Manufacturing. Обычно ее называют просто Bravo Company. Пистолет модель REC-11, то есть, реально говоря, это разведчик-11, RECON это разведка, соответственно. А это REC-карабин, то есть, разведывательный карабин изначально был, а это разведывательный пистолет. Калибра 5.56, MCMR, я не знаю, что это значит, честно говоря, в данной ситуации. С упором SBA-3, который вы у меня видели. Вот, как вот это вот все выглядит. Вблизи, в принципе, очень качественная вещь. И своя, собственно, рукоятка у них. У них практически все свое. Одна из лидирующих компаний, среди тех, кто знает, скажем так. И она не дешевая, никогда не была дешевой. Даже видите, какие ушки сделаны на рукоятке, уже улучшенные. То есть, много чего изначально улучшенного, изначально их по параметрам. Теперь давайте пройдемся по техническим уровням. Длина ствола 11,5 дюймов. Для тех, кому интересно, умножьте на 2.54, чтобы получить сантиметры. Или 25.4, чтобы получить миллиметры. Я в США, поэтому считаю в дюймах. Ствол хромированный. Сделанный из стали, хромированной молебденией ванадемной стали, 41В50. Их собственного производства. Патроник 5,56 длина газовой системы, системы карабин. Для тех, кто не помнит, есть разные длины газовых систем. Это газоотводная система, так называемая Direct Impeachment, DI. То есть, просто газовая трубка отводит газ для отвода затвора. Цевьё 10 дюймов, их собственное, M-Lock, MCMR. Свой собственный компенсатор, B7 Mod 0. Ствол 1,7 нарезы. И, соответственно, можно что-то ставить. Нарезы на стволе, половина на 28. Свой здесь действительно хороший. И, судя по всему, рассчитан на долгую жизнь. Рукоятка. Затворная рукоятка здесь. B7 Gunfighter. В принципе, разработана компания Veltor. Для тех, кто знает, достаточно известная компания была. Сейчас они куда-то исчезли. Модель 4. Цевьё не касается ствола, так называемый Free Float. То есть, оно свободно висит. И не влияет на ствол. Рукоятка пистолетная. Соответственно, BCM тоже модель 3. Если посмотреть, то вот здесь, видите, вот это вот. Здесь есть быстросъёмное отверстие для ремня. QD, так называемый. Улучшенный OSM. Какая-то модель тоже BCM. Также BCM. Здесь у нас вот это вот. Скобаску спускового крючка. То есть, реально говоря, здесь не BCM будет, скорее всего, вот эта вот радость. Потому что делается SB Tactical. Это упор. Тоже регулируемый. И я его показывал на своём пистолете. Очень хорошая вещь. Всё сделано в США. Реально говоря, вот этот пистолет сейчас будет стоить 1249 долларов. Вот, я его уже добавил в картинку. Ну, как вы понимаете, пистолет без прицельных приспособлений мало к чему годен. Поэтому я решил сюда добавить то, что, может быть, мне мой браузер покажет. Я хочу поставить сюда, если бы я набрал этот комплект, однократные призматические прицелы от фирмы Primary Arms 1х20. Это их Cyclops. Или Cyclops. Cyclops по-английски, Cyclops по-русски. Вот как это выглядит наружу. Это однократник. И у него сетка ACSS. Очень и очень хорошая. Позволяющая даже с однократным прицелом работать на разные дистанции. Как от очень коротких, так и сравнительно до дальних. С этой точки зрения лучше, чем просто точка в коллиматоре. Да, вещь сравнительно не дешевая, но и не такая уже дорогая. Например, Endpoint будет дороже. Даже те Endpoint, которые у меня, они стоили там чуть не в два раза дороже. 239 долларов я добавил. Я также добавил сюда в список улучшенный кронштейн. Вот он где-то тут проявляется. От фирмы American Defense. Который абсолютно совпадает с обычными прицельными приспособлениями, если вдруг кому-то захочется поставить. И также поставить сюда вот это устройство для того, чтобы не было... Чтобы не светилось, чтобы не отражало солнце вперед. Anti-reflection device так называемый. Тоже стоило это денег. Вот я вот это вот выбрал. Абсолютный. Есть, кстати, варианты поставить, чтобы было на нижнюю треть. Но я всегда люблю, чтобы прицел совпадал с моими железными, так называемыми, механическими прицельными приспособлениями. Это вот как вариант. Это я добавил. Вот они все здесь добавлены. Кстати, часть из них сейчас там на распродаже. Ну и следующая добавка. Решил добавить в магазины. Ну, в магазины всегда же требуется. Взять Macpool третьего поколения с окошком черное. И я их решил добавить сюда сразу шесть штук. Я случайно закрыл окошко. Бывает. Вот они, видите? Эти магазинчики. Десять штук по 12 долларов. Десять штук. Шесть на себе впереди. И может быть четыре запасных в рюкзаке. К примеру. Я обычно стараюсь делать такой подход. Десять магазинов на оружие. На вот данный ствол десять магазинов. Ну и фонарик. Если вы планируете использовать это оружие в сумерках или для самообороны в доме, когда темно. Взял, добавил сюда сравнительно недорогой фонарик от фирмы Inforce. Это моментальный фонарик. Его невозможно включить. Он работает только при нажатии. 400 люмен. Модель второго поколения. И он еще короткий. Это же у нас пистолет. И особенно многого места на цеве нет. Вот такой фонарик вы у меня видели. Его можно поставить прямо впереди. Вот сюда. Вот этот фонарик. И в принципе его стандартное положение как раз вот так вот впереди. Я решил не добавлять сюда механических прицельных приспособлений на данный момент. Потому что это в принципе уже и так получается неплохой комплект. Но если кто-то захочет, я бы рекомендовал либо Bobro, либо Griffin. У них самые низкие прицельные приспособления и меньше всего занимающие место и веса. Да, они дешево. Но они того стоят. Реально говоря, с прицелом типа призматический, который не зависит в принципе от батареек, с моей точки зрения механические прицельные приспособления не особенно-то и нужны. Они нужны, когда вы ставите коллиматор. А здесь только подсветка с батарейкой. А так, там же сетка черная и так, и так есть. Вот она. И она будет всегда доступна, даже если нет батарейки. Так что вот такой комплект получился, если посмотреть все вместе. И на одном и том же веб-сайте. То есть еще проще. И получается комплект, это хороший комплект, может быть не самый дорогой. Точно я знаю, что не самый дорогой, но очень хороший. И это ИР-15 пистолет с газоотводом. У меня будет отдельное видео по ИР-15 пистолетам бюджетным и поршневым. То есть я считаю, что есть три уровня. Как говорится, элитный, хороший, бюджетный. И в каждом разделе может быть разный тип газоотводных систем или по газоотводным системам. Такой вариант. В данном случае это хороший комплект. Не самый дорогой, не самый дешевый. И видите, в принципе, цена сравнима с покупкой элитного ИР-15 пистолета без ничего. 1800 долларов. Наверняка будет какая-то пересылка, потом еще сколько-то отдадите в оружейном магазине. Ну вот такой комплект. Надеюсь, было интересно. Попробуйте, если кому-то это вот так вот интересно. Замените на то, что вам можно. Например, вот это можно заменить на коллиматор и поставить какие-нибудь, предположим, механические прицельные приспособления. Или поставить у вас загонник 1х4. Тоже можно неплохо найти, но они будут дороже с моей точки зрения, если хороший загонник ставить. А на хорошее оружие надо ставить хорошую оптику. Так что, вот мой комплект, который я бы рекомендовал. Я думаю, что для коротких и средних дистанций это должно сработать хорошо. Если вам это нравится, то можно сюда поставить еще и трехкратный приближатель, потому что он будет работать с однократным призматическим прицелом также. Это еще 200 долларов обойдется. Спасибо за внимание. До следующего видео.